Всем привет! С вами Ирина и сегодня я начинаю снимать рукодельную неделю. Я долго думала снимать ее или нет и решила провести опрос у себя на ютубе снимать или нет. И на основании этого опроса и комментариев под этим же опросом я решила, что рукодельной недели быть. Можно их снимать редко, но снимать, потому что мне этот формат нравится. Я в этом формате могу рассказать вам гораздо больше, чем в других своих видео на канале. Поэтому давайте начнем уже нашу рукодельную неделю. Неделя обещает трудовая быть короткой, так как 8 марта на этой неделе, наш женский девочке праздник. И я еще, кстати, на этой неделе собираюсь купить себе подарок. Ну, мы в принципе все знаем, как происходит покупка у нас рукодельных подарков. Нам дарят денежки, а мы покупаем подарочки. И надеюсь, что мы это сделаем вместе с вами. Ну все, мои хорошие, давайте уже начнем. А за окном у нас снова зима. Прямо зима-зима. Правда, уже все тает, но сегодня ночью просто была такая вьюга. 3 марта. Ну, солнышко, смотрите, пытается пробиться. Слава богу, хоть солнышко стало выглядывать, а то действительно зимой как-то вот без солнышка очень тяжело. Ура, солнышко! Итак, у нас сегодня на календаре 3 марта, это воскресенье. Да, я рукодельную неделю решила начать с воскресенья. С понедельника день не так тяжелый, а еще и что-то начинать снимать сложновато. Поэтому начинаем с воскресенья. И сегодня я вам хочу показать свою розочку. Я сегодня уже утром успела повышевать и повышевала вот здесь вот тоже совсем чуть-чуть, немножечко, но вышитая есть и розочка будет у меня продвигаться. На этой неделе хочу, помимо маяка, который я хочу закончить на этой неделе, во всяком случае мы будем с вами очень стараться, если не закончить, то хотя бы максимально приблизиться к финишу данного процесса. Ну и будем вышивать розу. Роза очень красивая, я по ней очень соскучилась, если честно, поэтому буду вышивать розочку. В розочке я сейчас вышиваю коричневые лепесточки, и здесь тоже такое многообразие цветов. Даже вот она как бы так лежит, видно более-менее, что здесь несколько оттенков коричневой. И надо на этой неделе взять себя в руки и немного повышевать бэкстич на самой розе, потому что мне все как-то, ну не очень я люблю вышивать бэк. И мне все никак не доходят руки до того, чтобы его здесь продолжить вышивать, потому что как-то все-таки нужно. Все равно это дело не обойду, я все равно, мне придется это когда-то делать. И не очень хотелось бы делать это уже под конец работы, потому что у меня, когда я оставляю бэкстич на конец работы, с этим все время никак не ладится. Почему у меня еще есть сложности с шевым бэкстича в данном процессе? Это в том, что я распечатала саму схему и вышиваю с бумажной схемы, но у меня принтер черно-белый, не цветной, и поэтому сам бэкстич я не вижу. Так как там достаточно большое разнообразие оттенков в бэкке, я не различаю эти цвета на черно-белой схеме. Мне придется вышивать с компьютера. Сага. Сага, я уже почти решилась на то, чтобы ее купить. Зашла даже на плей-маркет и увидела цену и перехотела ее покупать, сагу, потому что сейчас цена на нее, ну, просто, на мой взгляд, заоблачная. Обычное программное обеспечение стоит таких денег, не знаю. Я как-то до сих пор еще не могу решиться, хотя очень много положительных отзывов, но нет. Мне вот, честно, как-то, как-то я не могу себя, как-то мне вот тяжело укладывается, что что-то такое вот, какое-то программное обеспечение будет стоить денег на, можно сказать, набора. Причем даже такого неплохого набора. У меня смотрела фирма Овин. Вот эти их новинки, квадратные пейзажи с мельницами, с лавандой. Они стоят около 600 рублей, а тут приложения на плей-маркете таких денег стоят. Я поэтому буду бэк делать через компьютер. Уже, в принципе, и в зайках я так делала, и здесь буду тоже делать. Ну, вот такие вот у меня продвижения по розочке. Сегодня я пойду к маме в гости, буду там с ней сидеть, разговаривать, и возьму с собой маяк. Я вам сейчас его тоже покажу, как он выглядит. Маяк выглядит вот так вот. Он немножечко продвинулся. Я немножко его еще повышивала вот здесь вот камни. Сейчас начала вышивать белым. Белым самое сложное, на мой взгляд, вышивать. Именно белым по белому, потому что, когда ты вышиваешь белым на белом, кажется, что ты совсем не продвигаешься, хотя крестиков-то вышило много. Вот именно вся эта сложность. И я белый стараюсь оставлять на потом, чтобы, во-первых, не пачкался этот белый цвет, ну и, во-вторых, чтобы уже, когда ты заполняешь уже просто пустые клеточки, вот как здесь, да, и ты видишь, ага, нет, здесь все-таки клеточка не пустая, место не пустое, а белым вышито. Так мне гораздо легче. Но и, в принципе, мне не нравятся крестики на белом, мои белые, потому что они, мне кажется, немножко кривоватыми. Ну вот такое вот у меня ощущение. И еще я не сказала в итогах месяца, я вот здесь вот распорола бэк. Вот здесь он тоже был. Я его распорола, буду перешивать. Потому что за то время, которое я не вышивала этот сюжет, этот бэк стич провис. И, возможно, я здесь тоже все распорю, кроме окошечка. Окошечки, там стежки маленькие, и поэтому распорывать не обязательно. А вот по самому периметру маяка, думаю, надо будет бэк переделать, потому что даже здесь сейчас видно, что он провис. Но здесь просто провис настолько, что он меня расторжал, и я решила его распороть сразу, до того, как буду перешивать. Поэтому под конец тоже вышью бэк стич на самом маяке. И думаю, здесь не страшно оставлять бэк на потом, так как здесь он не такой сложный, и его не так много. Волны у меня бэк стичем уже вышиты, и здесь тоже бэк стич. Вот, видите, есть. Единственное, что вот провис тут, которые большие были стежки. Ну и здесь тоже будет бэк. Сейчас покажу, где он будет. Вот, видите, бэк будет, сами камни будут обрисованы, не только черным цветом, но и еще здесь будет лесенка. Так что бэк стич здесь будет тоже вышиваться, но это я, наверное, уже, когда отошью полностью камни, займусь именно бэком. Здесь не боюсь бэк стича, и не буду его вышивать постепенно. Степенно. Эта коробка не просто коробка от обуви. В этой коробке хранятся богатства вышивальщицы, о которых я, в принципе, очень долгое время не догадывалась, потому что лежали они у меня в ящике, а не в коробке. И я думала, что у меня этих богатств нет. Во всяком случае, не в таком они размере. Здесь у меня лежат ткани. И эти ткани заполняют всю коробку. Я вообще думала, что у меня совсем мало тканей. Я думала, что у меня тканей, ну там, кусочков 10, может быть, отрезов, но их оказалось больше. Выяснила это тогда, когда решила заказать тканью горошек Белфаст для своих будущих зайк, потому что я уже готовлюсь к совместнику, который собираюсь организовать весной. И вот я залезла в ящик посмотреть, какие ткани мне нужны, и выяснила, что мне совсем мало ткани нужно. У меня здесь и горошек тоже есть, но я хочу другой немножко горошек. У меня нету горошка белого на сером фоне, на котором я вышивала зайку Ирину. Но здесь очень много Белфаста, и причем цвет и льна, и платиновый Белфаст, который я, кстати, давно хотела использовать еще при отшиве ботаники французской. Я все еще ее хочу вышить, и все, у меня это никак не получается. И у меня здесь есть такой вот замечательный цвет мурана, который вроде бы называется пепел розы. Я просто от него балдею. И у меня здесь есть и клетка, и у меня здесь есть и любимый мой цвет, это голубой лед. Причем и Линда у меня голубой лед есть, и Мурана у меня есть голубой лед, и вроде бы даже Белфаст. В общем, но тот самый мой любимый, он лежит, который наверху. Это для будущего винограда. Сейчас я вам вытащу его, покажу. Вот, я его уже показывала в одном из своих видео, но цвет очень красивый, и это вроде бы называется мокко-неоднотонный Белфаст. Ну вот здесь вот, кстати, можно посмотреть. Это пакетик из шелковой нити. Вот номер этого цвета ткани. Вот, буду его тоже использовать. Я горошки, горошки не знаю, на каких заек я буду использовать. Мне вообще очень хочется их использовать на горошке, но меня немножко смущает то, что вот этот вот горошек может отражаться под светлым цветом. У заек же шерстка, она такая светленькая. И вот я боюсь, что синенький и красненький горошек будет виден. Не знаю, посмотрим. Я еще подумаю пока над этим. И вот такие богатства у меня есть. Оказывается, у меня есть запасы не только наборов, но и тканей. Надо с этим что-то делать, поэтому буду потихонечку использовать их. Единственное, у меня какие ткани здесь используются, это там внизу лежат большие отрезы линды белой и мурана белого, потому что я периодически заменяю основу, и вот у меня есть такие ткани. Я выяснила, оказывается, что я богата. Переложила все это в коробку, чтобы не забываться о том, сколько у меня ткани, так как размеры коробки говорят сами за себя. Хочу купить какую-нибудь коробку в Икеа и уже положить ткани туда, потому что из-под обуви мне как-то не хочется их хранить в коробке. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Я решила повышевать сегодня бэкстич на своей розочке. У меня вот есть программ КПМ, и я буду с компьютера вышивать бэкстич. Так что надеюсь, что сегодня хотя бы часик я посижу и поделаю бэк на этой работе, потому что бэкстича здесь достаточное количество. И если я уже пойду дальше вверх, то, соответственно, потом мне будет еще сложнее его делать, потому что его будет еще больше. Ну все! Настало то чудесное время, когда я прихожу домой, а за окном еще светло. Правда, так сомнительно светло, но вот солнышко светит, закат. В одном из видео, которое относится к серии «Семь вечерев с вышивкой», где я говорила о формуле, я говорила, что очень хочу Крымский берег. И вот, можно сказать, я его получаю. Как и многим рукодельницам, мне дарят денежку на то, чтобы я купила какой-то тот или иной набор, потому что, ну, не все наши близкие разбираются в том, что мы любим. И вот я сижу и собираюсь заказывать. Видите, у меня уже в корзинку положено. Мне пришло сообщение о том, что скидка, скидка-скидка на этот набор, и я быстрее бегу его покупать. Тем более и повод есть. Да, покупаю я данный набор в магазине «Мир вышивки». Магазин для меня проверенный, и, слава богу, никаких у меня с ним проблем не было. И вот, видите, у меня большой-большой список избранных товаров, и накопительная скидка 6%. Сама не знаю, как это все получилось. Ох уж этот шопинг. Я, оказывается, вон себе уже успела заработать 6% скидку. Покупаю, покупаю, покупаю. Все, все, все говорю, что не буду, но покупаю. Почему «Мир вышивки»? Потому что я привыкла к этому магазину. Мне удобно получать заказы в этом магазине. И главное, что можно делать оплату при получении из пункта самовывоза. Для меня это очень удобный вариант. И я вот буду теперь ждать свой «Крымский берег». Как получу, вам обязательно его покажу. Хочу напомнить, что сегодня у нас вторник, понедельник. Я ничего не снимала, потому что понедельник день тяжелый. Я все-таки не зря вам сказала, это в воскресенье. И да, я понедельник пропустила. Понедельник у меня был весь такой «В делах». И вот сейчас вторник. И я вам показываю, что же я навышивала по розочке. А по розочке я навышивала бэкстич. И если вы можете заметить, то я вышила вот здесь на листочках немного бэкстича. И на самой розочке. Что касается розочки, то здесь очень много белого бэкстича. И не знаю, видно вам или нет. Но вот так немножечко видно, что вот здесь вот он бэкстич. Вышивается белым цветом. Я тут тоже немножко посидела, повышивала. Но надолго меня не хватило. Буду потихонечку вышивать. Дальше здесь вышивается розочка по контуру. Но я хочу вышить и фон здесь побольше, чтобы уже иметь возможность вышивать как листики, так и саму розочку по контуру. Потому что здесь тоже еще будет фона немножко. Роза получается очень красивая и очень реалистичная. Мне она очень нравится. Она мне нравится. И я ее буду вышивать еще дальше. Красивая роза. Но бэкстич, конечно. Бэкстич здесь нормальный, я считаю, для такого сюжета. Чтобы передать его реалистичность. Но благодаря этой розочке я сделала открытие, что я не очень люблю вышивать белый бэкстич. Особенно белому по белому. Вот здесь вот он тоже есть белый бэк. Но он здесь виден и бросается в глаза. А на самой розочке, ну, он, согласитесь, он очень сложно и трудно различимый. Бэкстич здесь. Он достаточно сложно различимый. Здесь надо приглядываться. Мне кажется, камера передает. Почему мне не очень нравится? Потому что ты вроде бы его сшиваешь. И тем более бэкстич я не очень люблю. Он мне достаточно тяжело дается. Я его вышиваю, вышиваю, а результаты работы не сильно бросаются в глаза. Но я очень довольна, что эта работа снова стала активной. И вот я ее буду вышивать дальше. Но это не единственное, чем я занималась в течение этих дней. То есть, в воскресенье, понедельник и немножко вторника. И сейчас я вам еще покажу, что же еще я вышивала в эти дни. А вышивала я еще маяк. И с маяком у меня финиш все более и более заметен. Потому что, если вы приглядитесь, вот это вот белое, это тоже уже мною вышито. Вот, видите? Здесь я тоже уже вышила очень много белого. И по факту мне осталась вот эта вот часть. Вот так вот где-то. Это надо мне вышить. Ну и бэкстич. Как я говорила, бэкстич на камнях. И бэкстич на самом маячке. Потому что я его распорола. Не знаю, успею ли я его дошить до конца недели. Все-таки у нас будет впереди три выходных. Я очень на них рассчитываю. Что за эти три выходных я эту работу закончу. Очень мне хочется уже увидеть готовый результат. Я до сих пор, если честно, не знаю. Все порываюсь в этой стороне повышевать бэкстич. Потому что я, как вы знаете, не люблю оставлять бэк на потом. Но не знаю, я еще думаю. Все равно здесь надо будет немножко переставлять пяльца. И, возможно, я здесь еще повышеваю бэкстич. Но об этом вы узнаете завтра. А точнее, через несколько секунд. Помните, я вам тут на днях показывала коробку из-под обуви с тканями? Так вот, в фикс-прайсе я купила вот такую вот коробулечку. И в нее переложила тканюшки свои. Вот, видите. И у меня здесь даже есть две новые ткани. Недавно я купила. Это, во-первых, Белфаст в горошек. Серый Белфаст в белый горошек для моих зайек. Я вам говорила, что в апреле-май я собираюсь второй сезон организовать по схемам Светланы Сичкарь и зайки-гномики. И вот я купила такой отрезочек ткани для зайек. Потому что хочу я вышить несколько зайек. Ну, хотя бы одну-то точно. И решила, что надо вот эту ткань прикупить. Хотя у меня другие горошки есть. Но чтобы был выбор. И плюс я купила новую ткань. Это новая Мурана. И купила я кусочек 40 на 40. Сейчас я вам покажу. Это в капельках Мурана. Посмотрите, какая красивая. Я просто в восторге от этой ткани. Я купила бирюзовую. И мне она очень нравится. Это одна из моих любимых тканей. Получилось. Потому что, ну, крапинка. Боже, посмотрите. Красота. Заказ делали в шелковой нити. На магазин оставлю ссылку. И я когда увидела, что можно купить Мурана в капельке. Я вот именно хотела такое Мурана. Купить, посмотреть. И думаю, я куплю еще и как-нибудь и другие оттенки. Потому что просто любовь и восторг у меня к данным тканям. К данной серии. И не помню, сказала я вам или нет. Купила я данную корабуленьку в фикс прайсе. И сюда, кстати, я также положила нарезку к схемам. Которую тоже недавно покупала. Кладем ткань и нарезку. Мне кажется, очень даже хорошо укомплектована. Я работала и попросила маму купить мне еще несколько таких коробочек. Буду складывать туда другие мелочевки. Мне все очень нравится. Конечно, коробка не супер-пупер. Но лучше, чем коробка из-под обуви. На мой взгляд. Поэтому, если кому-то такие коробочки приглянулись. Добро пожаловать в фикс прайс. Там они продаются. Сегодня у нас пятница. Сегодня 8 марта. Я понимаю, что видео вы будете это смотреть чуть попозже. Не 8 марта. Но я хочу поздравить вас с Международным женским днем, девочки. И пожелать вам всего самого наилучшего. Не только в вышивальном плане, но и в личной жизни. И чтобы дней, наполненных улыбкой и счастьем, было гораздо больше в этой жизни. Ну и сегодня, раз такой праздник, я решила повышевать цветы. Я поразмышляла, что же мне сегодня повышевать. Благо, выбор большой. И решила я достать из-за кромов сюжет. Это у нас гортензии от Риолис. Вот так вот он должен выглядеть. Будет когда-нибудь, когда я его вышью. И вот так вот он у меня выглядит сейчас. Вы можете наблюдать. Я повышевала совсем чуть-чуть. Я повышевала вот эти гортензии. И повышевала саму голубую гортензию. Схема у этих гортензий очень простая. И отшив летит, если за него садится. В планах у меня пока что нет перевести этот процесс в основные. Но я все-таки надеюсь, что к лету, к лету он в основные процессы у меня перейдет. Сегодня просто такая акция высшей гортензии. Потому что 8 марта. Очень хотелось повышевать цветы и повышевать что-то новенькое. Но так как новенькое я не начинаю, то, как говорится, все новое это хорошо забытое старое. Вот так вот у меня гортензии сейчас выглядит. Думаю, что, конечно, я еще до лета их достану пару раз. Может быть, и начну их гораздо раньше лета. Может быть, возьму их с собой в отпуск, если они доживут до июля. Может быть, я отошью их раньше. Не знаю, не могу ничего обещать. Но цветовая палитра это моя любимая палитра. Я уже даже как-то говорила в одном из видео, кстати, даже, мне кажется, об этом сюжете. Что мне цветовая палитра очень нравится. Здесь собраны все оттенки цветов, которые я люблю. Во-первых, я вам говорила, я любитель зеленых цветов. Посмотрите, какие здесь зеленые цвета. Просто очень-очень красивые и яркие. Потом вот эта вот палитра розовых. Я не любитель розового, но вот эти вот акварельные розовые оттенки мне безумно нравятся. Ну и вот, и, наверное, вот самая менее любимая палетка это вот синий-фиолетовая. Но тоже посмотрите, какие красивые цвета. Цвета мне очень нравятся. То, что касается палеток. Многие же девочки жалуются. Я уже тоже этот вопрос поднимала. На то, что им не нравится отматывать, потом заматывать. Я все равно старую комплектацию наматывала на бобинке. А на бобинках схема такая же. То есть ты отматываешь определенную длину ниточки. Отделяешь нужное количество пасмочек. И уже то, что у тебя остается лишним, наматываешь обратно. Ну а здесь уже наматали за меня. Поэтому меня все устраивает. Вот такой вот у меня сегодня день 8 мартовский. Не знаю, вряд ли у меня получится еще что-то повышевать. Сегодня надо будет сходить поздравить мамочку с 8 марта. И думаю, день будет насыщенный и насыщенный не вышивкой. У меня в принципе вообще неделя такая получается. Снимаю практически там через день. Вышиваю я в последнее время, как вы видите, достаточно мало. Потому что даже вот рукодельная неделя показывает, что вышиваю я не каждый день. Но в принципе это жизнь. И главное, что я могу уделять своему хобби хоть какое-то время. Меня все устраивает. Конечно, хочется уделять своему хобби побольше времени. Но мне нравится. Меня устраивает то, что есть по факту. Но неделя у нас еще не заканчивается. Будет завтрашний день. И я думаю, что я завтра вам тоже что-нибудь покажу. Сегодня 8 марта. И сегодня у нас была гроза. За окном плюс 7. И сверкало несколько раз молнии. И был гром. Первая гроза в начале марта. Такого еще я не помню. Сегодня у нас суббота. 9 марта. И сегодня последний день моей рукодельной недели. И что я вам хочу показать. Это, во-первых, рождественская деревенька. За которую я тоже взялась. И вышиваю ей сейчас небо. Вышиваю я сейчас, на мой взгляд, самый сложный участок неба. Потому что здесь есть такая существенная смешанина цветов. Которая мне не очень нравится. Ее вышивать. То есть достаточно часто меняю нитку. Я избаловалась вот на этом вот участке. Где здесь просто огромные участки вышивались одним и тем же цветом. А здесь приходится ниточку менять. И поэтому я немножечко замедлилась в отшиве данной работы. Пяльцы, как видите, уже говорила в итогах месяца переставила. И мне стало гораздо удобнее вышивать. Участок неба с частой сменой ниток скоро закончится. И скоро пойдут подобные же участки. Где можно вышивать одним цветом очень много-много полукрестиков. Конечно, то, что небо вышивается полукрестом, это очень облегчает саму работу. Но небо, конечно, получается бесподобное. Что уже тут говорить. Буду вышивать. Буду работать над отшивом данной работы. Как быстро я ее вышью, не знаю. Я не тороплюсь никуда. Тем более, как уже говорила, уже наступает весна. И зимние сюжеты хочется отшивать все меньше и меньше. Но это не единственный сюжет, который я вышивала. Я еще вышивала маяк. Но так как я его в течение недели вышивала по чуть-чуть, я вам не показывала отшив 10 крестиков каждый день. И решила поднакопить результат и показать то, что есть. Вот так вот выглядит у меня сейчас маяк. Я еще до сих пор вышиваю камни. Что-то я замедлилась в отшиве данной работы. Но я говорила, что вышиваю я на этой неделе очень мало. В принципе, я в последнее время вообще на неделях вышиваю очень мало. В связи с этим у меня и не было готовых работ в феврале. Какой-то такой зимний, зимний, весенний не вышивун. Но мы с ним боремся. И именно одним из методов борьбы было то, что я сняла эту рукодельную неделю. Я уже скоро буду переставлять пяльцы, потому что я вплотную подхожу уже к пяльцам. Здесь не очень удобно вышивать камни, но осталось совсем чуть-чуть. Осталось чуть-чуть поднажать. Возможно, я сегодня, завтра, то есть сегодня вечером в субботу и завтра в воскресенье устрою марш-бросок и дошью этот маяк. Все-таки надо его дошивать. Но это будет уже совсем другая история. И вы узнаете о том, когда я его вышью и как я его дошила в других видео. Вот такой вот у меня результат получился на данный момент. Вот такие вот я работы вышивала. Да, обычно на неделях я вышиваю больше. Я каждый день обычно снимала какие-то результаты своих отшивов. Но пока что у меня вот так вот. Вышивка, она не то что отходит у меня на задний план. Просто вот такой вот легкий не вышивун. Но я думаю, что все у меня исправится и войдет в нужное русло. Ну все, мои хорошие, я на этом с вами прощаюсь. На этом моя весенняя рукодельная неделя закончилась. Я вам желаю легких крестиков. Всех люблю. Всем пока-пока. Пока. Немного о переменчивости нашей погоды. Вчера у нас было плюс 7 и была гроза. А сегодня у нас лежит за окном снег и дует очень сильный ветер. Если поглядеть на маленькие деревца, которые вот там вот посажены, вот они очень сильно гнутся. Поэтому вот такая вот погода переменчивая. Вот так и живем.